Приветствую всех! Это бой полуфинала Кубка наций по Карлу И встречаются в нем админ турнира Дэви Играет он за Вестфалию Вот с его стороны мы смотрим Противостоит ему казак турнира Маркас Представитель клана Что там? ТВАй, Тоталвар Италия вроде бы, да? Играет он за Астурию Ну и вот у него новый прикол Он берет арту Тот большой анагар Ну, по крайней мере, в игре с данными Он себя явно оправдал Ну и вот на этой волне берет он его снова Не знаю, насколько это оправдано против Вестфалии Думаю, это не оправдано вообще Берет он три королевских конницы За Астурию Хорошая очень кава Королевская конная гвардия в качестве генерала Центр первой линии Это три мечника По флангам воины племен Это стреляющие копейщики Которые, в общем-то, ну и в ближнем бою Они тоже могут зашибись Парашить, так скажем Вот, хотя у него У них броня, в общем-то, небольшая Но, тем не менее, у них и натиск, посмотрите 30 У мечников натиск здесь 14, да? И 35-32 Ближний бой урон в ближнем бою То есть, в общем-то, они Поинтереснее даже, чем эти мечники будут Плюс они кидают пилумы Два пилума уроном 70 Ну и застрельщики у него Четыре застрельщика второй линии Просто обычные застрельщики Дэви поменял состав Взял он абсолютно, я считаю, контру Вот этому составу Даже хоть здесь был бы анагар Или были бы еще одни королевские конники Вот, по флангам у нас Это знатные метатели дротиков По два стоят Вот они, смотрите На правом фланге два Две хашки Мы видим, это саксонская кава И конные разведчики Также саксонская кава И саксонская кава Они последней линии армии Вообще оттянуты назад Вот здесь, видите, как пространство Для них также созданы Со спецом, я думаю, это все дело сделано Стоят копейщики В первой линии Это у нас четыре копейщика Здесь ветераны-копейщики Ветераны-копейщики По флангам И просто копейщики Вот они просто копейщики Здесь у нас ветераны Прикрывают они вот эти вот Возможные направления атаки кавы Ну и центр у нас Посмотрите, это копейщики Они стоят в квадратике здесь Понятно для чего Чтобы сдерживать в случае чего Натиск вражеской кавы Ну и прикрыты они новобранцами с дротиками Или наоборот Тут, в общем-то, еще нужно посмотреть И на левом фланге у нас три хашки У Дэви Которые, ну, понятно Взял он чуть меньше кавалерии Чуть больше взял пехоты Вот, и начинают Здесь вот эти, кто они у нас Это конные налетчики Еще я не озвучил конные налетчики Конные налетчики Четыре конных налетчика в качестве Кавалерии взял Маркос очень здорово Он ими управляется Вот, ведет Дэви своих застрелов Не боится он И что, стреляют, да? Стреляют, но не успевают Вынести эти знатные метатели дротиков Пока ничего здесь Конные налетчики отбежали Ну, у конных налетчиков Урон хоть и 70, но 5 Вызалпов А вот у конных разведчиков Русаксонской кавы Залпов 2 И урон 90 Тут еще неизвестно, что лучше Ну, вот, что-то дернулся своими Хашками Дэви Вот в ту сторону Но видит он, что Пока ничего здесь Маркос предпринять не может И возвращает он два своих отряда На правый фланг Ну, в общем-то, абсолютно верно все это Поскольку тут вот уже Подтянулась Королевская конница Да и воины племен здесь уже подходят Ну, то есть отказался он от Крамосаксов Я думаю, совершенно верно это решение Достаточно здесь ветеранов, копейщиков И достаточно вот этой антикавной конницы И бежит в атаку Здесь воинами племен у нас Маркос Опять Пардон Будут сейчас вопить И удачно, в общем-то, кидают воины племен Знатных метателей дротиков Четверых Раз кидают Кто здесь это у нас? Королевская конница вторая Раскидает Ну, всего лишь девять Конечно, это маловато Ну, если уж побежал Надо же было бежать-то Когда ближе был Сейчас-то что бежать Ветераны-копейщики здесь Готовятся принять удар Воинов племен Я думаю, они сейчас примут И выстоят Ну, а на левом фланге Просто давит и давит Что вот, кстати, Арта Арта стреляет Девятнадцать наколотила Куда она стреляет? Мне интересно Ну-ка, давайте посмотрим Попробуем сосредоточиться Ну, и пока на флангах Воины племен стреляют Правильно отходит Не ввязывается в ближний бой Маркос Но это уже, я думаю, здесь Как бы шибко не решает Поскольку, посмотрите Под каким хорошим углом Идет обстрел мечников Никакая стена их, конечно же Здесь Считов шибко не спасет Вынужден отводить Своих застрелов На помощь своей кави Хотя, почему не атакует Мне не совсем понятно, конечно Почему он здесь Не пытается какую-то Атаку навязать Может быть, оттянуть Даже своих застрелов Но здесь Кто у нас? Королевский конник Конница Да, посмотрите Выхватила она Несколько залпов И она просто Ну, половина Треть отряда Не добежала До знатных метателей Дротиков И сейчас она находится Под интенсивным обстрелом Обстреливает здесь Дэви и воинов племен Здесь воины и племен Под двумя копейщиками Сливаются Застрельщики Вообще Такое ощущение Что они не стреляют Да, они не сделали Ни одного залпа Скорее всего Отключил им автострельбу Хотя вот здесь Там можно было стрелять И очень здорово Выстреливать Вот двумя отрядами Можно было выстрелить Этих копейщиков И ветеранов Копейщиков Очень Даже неплохо Да, но королевская конница Посмотрите Молодцы Но осталось Их всего лишь 18 И вот здесь Там надо уже Атаковать Конечно же Ну, расстреливать Безнаказанно Королевскую конницу Здесь Снесла она Этих знатных метателей Дротиков Но при этом Слилась сама Ну и бросает Свои отряды Здесь Дэви Просто-напросто Такой В рашевом стиле Тащит Свои юниты На соперника И как-то Ну Беспомощно Что ли Выглядит Наверное Маркос В этом бою Не совсем Понятно Ой, здорово Как видали Еще один Удар Арта Ну, Арта Молодцы То есть они Я так понял Как мне объяснили Считается Всего лишь На счетчике У Арты Считается Только то Что непосредственно Убило ударом А то Что убито Взрывом Вот этого Огненного Снаряда Это уже Не считается Ну, еще один Чарж Королевской Конницы По Копейщикам Да, как-то В центре Более Бодро У Маркоса Чаржит Он этих Новобранцев С дротиками Королевской Конницей Саксонская Кава Конечно Сейчас она Будет Разбираться На Королевской Коннице Здесь нанесет Большой урон Несмотря на то Что здесь Посмотрите Три отряда Виснут Подходит Еще Кава Здесь еще Из застрельщики И сейчас Выхватит Генерал Дэви Здесь В спину Хранителя Очага Уже Он слегка Артой Подработан Подрихтован Но выхватывает Он конными Налетчиками Но тем не менее Все-таки Это кавалерия Она мечная Кава И я думаю Какой-то урон Определенный Она все-таки Генералу Нанесет И Ну, небольшой Посмотрите Ну, всего лишь Пять убито Ну, сейчас Чуть больше Десяток Где-то Убит Ну, а Саксонская Кава По-прежнему Что здесь Этих конных Налетчиков Стреляет Я так понимаю Сама по себе Сейчас она С ними Склестнется И ханаем Ну, и Загоняли Уже Королевскую Конную Гвардию Генерала Поскольку На правом Фланге Выстояли Ветераны Копейщики Выстояли Копейщики Знатные Метатели Дротиков По итогу Выстояли Разбирает Он здесь Арту Хотя Это В общем-то Уже Ну, так Уже Это для Красного Словца Скажем так Вот здесь Посмотрите Эти знатные Метатели Дротиков Сделали Всего лишь По залпу Очень грозная Сила И не остается Силы Маркоса Что-либо Здесь Предпринять В общем Как-то так Токсически Как-то Растерялся Маркос Судя по всему Не знаю Почему он так Растерялся Конечно Такой состав Не позволил Ему просто-напросто Вести более Активную Такую Наступательную Политику Да и оборонительная Она у него не вышла Поскольку для обороны В общем-то Отрядов Шибко-то и не было Да Мастера засады Это наверное Пожалуй Самое правильное Что было в этом составе И включая дротиков Ну Остальное Все Ну Да Верно Ну вот это Все неправильно 94 Ну пусть там Грубо это Будет не 94 А сотня Ну конечно Это мало Для отряда За 800 Пусть там Не сотня Полторы сотни Да Ну Маловато И досталось От Застрелов Мы это видели Ну эти Отработали На ура Эти застрелы Ну и остальные Тоже 23.80 Пополам 50 Ну кава Ровно столько Сколько нужно было Чтобы победить Копейщики И вообще красавцы Ну что ж Гуд гейм Счет становится 1-0 После этого Поединка Спасибо за внимание Продолжение следует Спасибо за субтитры